Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Для нашей епархии произошло достаточно знаковое событие. Вышла в свет еще одна книга ректора Самарской духовной семинарии отца Максима Кокарева. На этот раз она посвящена двум родам, или лучше сказать, истории Самарской епархии в лицах, в конкретных биографиях, как она себя законсервировала, как она себя проявила в жизни конкретных людей. Вот сегодня мы согласились встретиться в нашей студии для того, чтобы и презентовать эту книгу, для того, чтобы вы ее смогли в ближайшее время купить в магазинах Метиды и Чикона, могли ее прочитать, ознакомиться. Ну а сегодня автор этой книги у нас в гостях, и он будет об этой книге рассказывать. Здравствуйте, отец Максим. Добрый день, отец Сергий. Добрый день, дорогие телезрители. Книга называется «Корни». Давайте мы ее еще раз вот так вот покажем. Ее увидят наши телезрители. Достаточно богатое издание. Чему эта книга посвящена? И вообще, как родилась идея писать именно об этом? Ну, надо сказать, что эта книга, это такой вот случай, когда она все-таки не родилась только, скажем так, в моем авторском сознании. Это такой коллективный труд. То есть, на самом деле, ну, я историей церкви занимаюсь давно, и историей церкви можно заниматься по-разному, в разных, скажем так, масштабах. То есть, был у меня период, то есть, начальный самый период моего знакомства с церковной историей был региональный. Сейчас занимался историей Самарской епархии в целом. Не в лицах, а это вот такая вот была тема моей диссертации, то есть, скажем, история институтов. История, там, епархиального правления, консистории, съездов, там, благочиннических. А вот эта по счету, кстати, книга какая у вас? Четвертая или... Ох. Ну, если считать коллективную монографию, мы еще писали в четвером, вот, по гранту, по старинному храму Самарской области, то шестая. Здорово. Плодовитый, батюшка. Нет, ну, это давно. Самый первый книг был просто учебник по уставу. Это самый такой скучный, без картинок. Но если все считать, то да, это шестая. Ну, вот. И, то есть, это тоже по-своему интересно. То есть, это вот тогда была тема диссертации, это была, в общем-то, актуальна и малоисследована. То есть, именно такой епархиальный уровень управления. Но вот такой, более, скажем так, безликий. Понимаете, что я пытался и в диссертации о самых интересных и ярких деятелях писать достаточно, так сказать, тепло и все-таки выписывать какие-то характеры. То есть, ну, прям нельзя, как бы, эпоху правления того или иного епископа, да, писать о ней, не учитывая его, скажем так, личные даже качества, потому что они влияют на управление. Когда они менялись, менялась вся зачастую жизнь в епархии, иногда радикально. Вот. И, но все-таки это была история институтов. Вот. Потом меня пригласили, когда уже чего-то там стало получаться, вот в Москву в редакционную группу по изданию документов собора 17-го года. А там уже работа на общецерковном уровне. Там тоже там безумно интересно, там огромное количество документов. Вот. И сейчас то, над чем я работаю сейчас, это хозяйственный отдел поместного собора. Это тоже никто, по большому счету, глубоко никогда не исследовал. То есть такая земная жизнь церковь, хозяйственная. Все вот эти пресловутые свечные заводики отца Федора. Ну, собственно говоря, да, куда без этого. Экономика. То есть у нас исчерпывающих исследований по экономике церкви в сандального периода, в общем-то, нет. А этот как раз собор, он подводил определенный итог. Там очень много было аналитики, то есть все, что было на тот момент. А, соответственно, планы строились на будущее. То есть как планировали все это перестроить на новых началах. Была модная тема кооперации, такой вот, да, не вертикального управления, а вот, да, какого-то такого кооперирования, ну, как бы, на низовом уровне. То есть это все тоже в церкви прорабатывалось. Там и проекты общецерковного банка, и общецерковного кооператива, там много интересного. И такой вот негосударственное внутрицерковное пенсионное обеспечение, милитальные кассы и так далее. Но, как бы, все это реализовать, там, гражданская война и последующие события не дали в полной мере. То есть это вот уровень, есть общецерковный, региональный, а есть такой, ну, то, что называется уровень микроистории, когда история изучается через призму судеб людей, ну, семей, может быть, или каких-то там вот, ну, есть целый ряд таких исследований, да, на примере одного хозяйства фермерского, допустим, там, не фермерского, там, средневековая мельница, там, и вот ее, как бы, мир. Вот, и сейчас это достаточно модное направление микроистории. И вот этим я, ну, как бы, ну, не то, что совсем не занимался, я для себя какие-то персонали по самарской истории, вот, по самарской истории, как бы, отмечал, думаю, надо вот еще, у меня в связи с внутренним моральным долг еще перед одним человеком. То есть если у меня будет еще одна биографическая книжка, она будет про отца Валиана Лаврского. Вот, а все, никак руки не доходят. А эта книга родилась таким образом, что это два действительно священнических рода, даже не одна семья, это вот такая более широкая, чем об одном человеке, это не биографическая книга. Это два рода, которые пророднились в конце 19 века, они по отдельности для Самары достаточно значимые, и для регион, для Поволжья. Не только для Самары, там, как бы, история, она не ограничена только Самарой, поскольку там один из родов, он сюда, как бы, перебирается, его ветвь из Нижнего Новгорода, ну, поэтому такая вот Поволжская история. Вот, и получается, что хронологии книг где-то, наверное, даже более 100 лет, потому что это, в основном, 19 век и до середины 20-го, потому что, вот, два главных действующих лица книги, это отец Дмитрий Панормов и род Панормов, очень такая специфическая, такая церковная фамилия, редко искусственная, такие, какие в семинаре придумывали. И вот его зять, отец Василий Крылов. И, соответственно, вот эти два рода, ну, они интересны и сами, там, материал очень интересный, но писать такие вещи, конечно, интересно, когда этот материал есть. Не про всех, у нас было много замечательных священников, но вот, во-первых, не про всех сохранилось столько материала, про некоторых я только, вот, помню, просто вот фамилии, да, то есть мало что. Ну, я правильно понимаю, что именно наличие материала и его обилие, как бы, вас к чему-то сподвигают? Или же все-таки вы работаете и с, например, именами, ну, о которых практически ничего не известно? То есть, мне интересно, вот, почему возникло желание писать именно об этом? Я говорю, потому что это, ну, я пока писал, у меня эти фамилии уже откладывались, но я про них знал действительно немного. Ну, кроме самых знаковых моментов, что вот отец Василий, да, это тот человек, который он, ну, то есть, главное деяние, которое можно просто даже увидеть о нем, забивая там в интернете, это то, что его личность связана с явлением, наверное, главной Самарской святыни. Это тот человек, который в 17-м году первым взял в руки икону Избавительницы от бед, отслужил первый молебен и перенес ее в храм. То есть, это да. Для наших телезрителей надо пояснить, не все смотрят, кто знаком, может быть, да, Ну, Избавительница от бед, это, наверное, такая, ну, самая известная Самарская святыня, это икона, явившаяся за несколько дней до Октябрьского переворота, то есть, это тоже очень знаковая момент, прям буквально в октябре 17-го, и это такое всегда считалось таким свидетельством укрепления некого перед страшными временами. Есть параллель с явлением державной иконы в марте 17-го, когда вот только-только было отречение царя, то есть, какие-то такие знаки в нашей жизни, в нашей истории, которые, ну, позволяли не сломаться, что ли, укрепиться, и эта икона, действительно, она как-то вдохновила народ по-волски, и ее вот почитали как святыню, и сберегли, собственно говоря, все она. Но понятно, что мы про нее многие знают, потому что она там сзади на обложке, там, и она в этой книге неоднократно, она маленькая такая, да, ее оригинал, конечно, селитошла, она вот размером, так сказать, у нас такую открытку, вот, это все остальное богатый оклад, вот, и... То есть, про нее действительно многие знают, потому что едут в Ташлу, это село Старопольском районе, едут, я сам могу засвидетельствовать, у них там есть тоже приходит такая карта, где они отмечают, откуда были паломники, ну, то есть, вообще, Россия точно вся, иногда даже что-то там, услышав какие-то иностранные, там, ну, русскоязычные, как правило, приезжающие за границей, вот. Но вот про икону многие рассказывают, знают, но вот имя человека, который ее взял, что же, наверное, интересно, человек, который вот эта реальная живая история, вот, который, там, долго был с ней связан, и, собственно говоря, многие вещи, которые мы знаем о ней, вот информация, как она бытовала, какие были чудеса, она же весь 20-й век собиралась, несмотря на то, что, когда вот в 30-е закрыли храм, ее прятали по домам люди и тайно к ней ходили, но ее, в общем-то, да, спасли. И потом, когда в 40-е годы храм Таши снова открыли, его открыли после войны на волне потепления, ее вернули в храм сразу, то есть, не так долго она отсутствовала. И поэтому, как бы, традиция, ее почитание почти не прервалась, люди приходили постоянно. И вот эта информация собиралась, 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 поэтому все, что связано с явлением этой иконы, мы знаем достаточно достоверно. То есть, там, люди, которые присутствовали при ее обретении, даже те девушки, которым она явилась, они еще долго прожили потом, сильно долго, все не знают, где они похоронены, есть люди, которые их помнят живыми, бабушками, допустим. Сейчас старые люди помнят вот этих старых-старых старушек, которые молодыми девушками совсем обрели эту икону в 17-м году. На самом деле, не так много времени прошло. И когда Владыка Иоанн Снычев, наш епископ Куйбышевский, который у нас с 60-х годов здесь, то есть тоже к 60-м вообще не так много времени прошло, он собирал эту информацию. То есть для него тоже очень важная роль играла. И когда он ее все собрал, то есть вот есть такой документ, все эти свидетельства собраны и заверены его подписью, что он все это вот собирал, слышал. И одной из свидетельств там жены отца Василия. Потому что она дожила до 76-го года. То есть она брала в возрасте 100 лет и 4 дней, по-моему. То есть матушка Аниси, да, Аниси Дмитриевна, да, ровно 100 лет. И она действительно пишет, вот все с моих слов так-то записано. То есть она, так сказать, ее муж священник, служил первым, он брал икону, но для нее это тоже семейная история, она присутствовала при таком чуде. И она эту информацию прислала, она была, ну, наверное, на 70-е годы она была последним человеком живым, может быть, да, который... И вот все эти свидетельства, они настолько живы, настолько как задумываешься, что 70-е годы это вот, на каком-то совсем недавно. И Ладыка и Антон все это. А Ладыка и Антон еще дольше прожил. Он вот 90-е, там, 90-е годы. И он все это собирал еще в советское время. И, как бы, конечно, это достаточно такая запротоколированная история, связанная с этой иконой. Но это всегда вот еще и живые люди. И, то есть, ну, я знал, что был такой священник, я знал, что там икона отошла, это знали все. Но как-то вот я не знал, что есть ли еще больше информации. А вот для сохранения таких вещей огромную роль играет, конечно, ну, скажем так, история семейная. И поэтому, то есть, эта книга написана, в общем, с подачи его правнука. То есть, то есть, часто бывает так, что нету потомков, не хранится история, и, как бы, порой, то есть, и нечего, и некому писать. Вот. А здесь была личная заинтересованность, была проза, поэтому книга богата материалом. То есть, например, все архивные, большая часть архивных фото, это так или иначе, там, допустим, ну, мои фото, которые я делал в архиве, в нашем Центральном государственном историческом архиве. То есть, очень интересное личное дело отца Василия хранится в нашем епархиальном архиве. Пользуясь случаем отца Алексея Подморисовича, еще поблагодарить за предоставленную возможность. Тут почти все фотокопии есть. Личное дело 50-х годов. Сам отец Василий умер в 51-м. И, соответственно, а вот все семейные фото, их очень много тоже. Семейные фото, конечно, это семья предоставленная. И, то есть, они их собирали тоже, они у разных людей хранились, кропотливая тоже работа. Все это книга в соавторстве. И все-таки, несмотря на то, что вот это такая может показаться, то есть, вообще жанр микроистории такой, многим может показаться, ну, что там, что это за история, когда изучается семья одного рода или какой-то маленькой социальной единицы семьи там и так далее. На самом деле, вот когда поступило предложение, информация, когда у меня стали появляться новые документы, фотографии, когда я стал знакомиться с материалом, стало самому очень интересно, стал втягиваться, и я стал проводить какие-то, вот у меня в голове стали рождаться параллели, я эту книгу увидел. То есть, в принципе, я понял, как ее... То есть, я никогда вот в таком виде не занимался, но я примерно то же самое готовил, и до сих пор еще в этом направлении работаю, что вот про отца Валияна Лаврского, когда собрал информацию, мне показалось интересным, особенно про таких очень активных людей, которых там жизнь носила по всей стране, а тот же отец Валияна служил и там, и здесь, и в Польше, ну, это часть Российской империи вообще, то есть, думаю, о, как интересно, прям по главам, там, здесь, ну, там, в Саратове, на этот семинарию возглавлял, у нас был самым этим кафедральным главным там протереем, то есть, историю практически возглавлял и так далее. И мне тогда давно еще думалось, что можно же писать через призму судеб конкретных людей, особенно если они вот, да, активны и широко такое, как бы, ну, разное, что ли, послушание несли. Можно писать через их, вот, как бы, судьбы историю тоже, ну, эпохи, потому что и действительно оказалось, что, а вот когда, ну, скажем... Простите, я перебью. Правильно ли я понимаю, что для этого необходимы, ну, какие-то дневниковые записи? То есть, мы можем реконструировать какую-то эпоху только через воспоминания, там, конкретного вот человека, который, ну, например, ведет дневник, и он описывает, как вот пришла революция, что начало меняться на местах, или как это происходило? Ну, нет, в идеале, вот, совсем прекрасно, когда есть и дневниковая запись. Но мы понимаем, что мемористика все равно такой жанр, это, конечно, источник для истории, но достаточно субъективный. Потому что часто даваемые оценки, они, ну, личные оценки человека, и насколько они позволяют прям вот объективно непредвзятую историю описывать, это вопрос. То есть, надо делать скидку на то, что человеку это виделось вот так. Вот. Поэтому прямых таких дневников от, как бы, главных персонажей таких и не сохранилось. Но, например, вот, личное дело отца Василия в непрохиальном нашем архиве, оно содержит ряд интересных документов, его собственноручных, его какие-то пояснения, его иногда даже объяснительные. Потому что когда возникала какая-то ситуация, епископ, что-то там, да, есть такие документы, вот. Но не все, я посчитал, что не все, наверное, надо публиковать. Вот. Потому что мало ли какие недопонимания между людьми могли даже в это советское время происходить там, да, то есть. Но, то есть, очень интересно. Ну, например, то есть, описывается эпоха. А ведь, почему мне показалось интересно, ну, хотя бы даже просто восстановить, вот, так сказать, путь, потому что это все, это и синодальный период, это вот молодой священник, который в 90-е годы начинает активно служить, а для нас в 90-е годы это вот считается годами действительно расцвета Самарской епархии. Это молодая епархия, она вышла... 1890. Да, 1890, да. У нас епархия только оформилась как отдельная такая единица в 1851 году. Вот юбилей был не так давно, совсем, 170 лет. И к 90-м годам это очень активно развивающийся регион, у нас здесь активно миссия ведется, у нас еще было для нее поле, у нас были там и язычники Чуваши, и там частично исламский регион, тут татары всегда были и так далее. И вот молодой там священник, и не он, только там начинается, как-то, с его еще тесте, с Панормова, который тоже его по разным селам, там есть глава, миссия называется, которую я сначала назвал, ну, это рабочее название и татары, и мордовая, и чуваши. Потому что последовательно Атидмитрий Панормова служил в трех селах, сначала татарском, потом чувашском, а потом мордовском, рязанском. То есть вот просто... И, кстати, свидетельство семьи, и с семьей когда общался, там еще есть память, в семье передаются какие-то... То есть это документально, может быть, сложно подтвердить, но косвенно понятно, что ему было бы сложно без этого там служить. Так вот, в общем-то, семья, еще помню, что про него в семье всегда говорили, что он все эти языки знал. То есть он не просто служил на славянском среде, так сказать, мордовского населения. То есть, в общем-то, священник, опытный миссионер, но он рано или поздно... Даже если изначально не знал, выучивал, общаясь с этими людьми, то человек знал там и чувашский, и мордовский. И такие были очень ценными миссионерами всегда. То есть его прям вот... И тоже очень интересно. Здесь помогли просто, чтобы понять, чем он занимался, даже если это не его личные документы. Вот мое знание как бы вообще, как это все работало. То есть я тут привожу и документы вообще, как бы консисторские, по миссии, какие были, там, не знаю... Ну, иногда там была своя бюрократия, может быть, иногда даже лишняя, да и собеседование между старобрядцами, беспоповцами и православным священником. Обязательно составлялась куча документации, как это все было. То есть фотокопии там тоже есть. Не все же это видели, не все же в архиве сидят. Потому что это будет интересно. Акт о состоявшемся собеседовании между, там, толка такого-то, значит, начетчиком, там, австрийского, допустим, да, там, значит, ну, это такое согласие старобрядческое, и православным священникам, миссионерам, там, таким-то. И вот там, значит, типа протоколы такого с наличием, там, где, когда, кто, вовко, сколько крестьян было, там, как все это происходило, так далее, так далее. Вот. И это тоже интересно, и, ну, это вот синодальная эпоха, это то, что я и до этого знал. Это вот, ну, как бы, как раз мой изначальный научный интерес рубеж 19-20 веков. Ну, это я был в своей, как бы, стихии. А потом же, вот, отец Василий, это же, ну, на его долю выпало все, что в 20-м веке могло выпасть. То есть революция, а он еще служба в таком месте, то есть вот географически, вот, как бы, такой хронотоп этой книги, это Ставропольский район, больше, да, это потом Куйбышев. В основном Ставропольский район, потому что Мусорка, та, шла, это все там. Ставропольский район и Ставрополь тоже, потому что туда в 19-м году переезжает главный герой книги, видимо, из-за неспокойства, потому что 19-й год, знаете ли, начало 19-го года, Мусорка, один из центров Чапанной войны, вот это восстание, там все происходило. Собственно говоря, практически, вот, ну, то есть Ставропольский единственный город, который Чапаны взяли. И там недели две существовало их правительство, там выпускались газеты даже, там я привожу, то есть листовки, которые Долинин, это глава вот этой армии народной, вот этой, рукомозолистой, как они ее называли, то есть крестьянская армия против большевиков, за советом против большевиков, такая своя сермяжная крестьянская правда, это же тоже очень интересно. Одни из первых листовок, которые, и официальных документов, которые Долинин, это бывший офицер царской армии, который возглавляет в восстании, родом тоже из Ягодного, это вот прям рядом все это, ну, сорок отошла Ягодной. Один из первых документов, одно из первых воззваний, оно было очень религиозным, мы большевики против веры, а мы вот простые русские люди, за власть советов, там, да, в общем-то, это тоже уже вошло, за Бога, да, и за власть советов, вот, и потому что без Бога мы не победим, он пишет. Вернуть иконы во все присутственные места, которые большевики выкинули. Как только, советская власть уже недолго была, вот это вот победоносное шествие. То есть, представляете, да, вот это вот чапанное, то есть, а эти документы тоже все есть. Документы по гражданской войне и по крестьянским восстаниям по возрасту, слава богу, они же давно опубликованы, они есть. И это тоже показалось интересным, это недолго, конечно, там через две недели их выбили, потому что не оружие толком, да, бороться с, в общем-то, регулярными частями Красной Армии было сложно. Но вот это все, это все в этом регионе, потому что Ставропольский район, это один из центров чапанной войны, там все и происходило. И вот это все, вот эта постоянная перетурбация, да, когда отца Василия, значит, забрасывает в Ставрополь уже, потом в Ставрополь начинает закрываться один из других храмов, к 30-м годам там все закрывается, и начинаются жуткие репрессии, и многих из его сослужителей, его близких, с кем он служил вместе в Ставрополь, там тоже эстетически их репрессировали, там прямо фамильно известно, а он как-то вот, тоже бывает так, у нас есть представление, что репрессировали прям совсем всех, на самом деле, ну не бывает такого сита без дыр, то есть кто-то уходил на гражданскую службу и как-то вот удивляешься, и как несмотря на происхождение, на то, что был попом, да, как-то вот работал себе писарем там, да, или люди грамотные, они вот переходили, вот, и как-то тихо там, вот, в частности отца Василия, да, свидетельств о том, что там его сажали, или там у него было репрессировано, нет, потому что он был на гражданской службе, просто по факту, потому что служить было негде, храмы были закрыты, то есть многие священники, вот, а вот очень многие рядом с ним, прямо известные фамилии, там все, кто где в Ставрополь служил, кто-то сел, а кто-то не вернулся потом за этих лагерей, и, то есть он и эту эпоху застал, то тут без времене, их мотало там по всей, это сказалось на его детях, там есть репрессированные, то есть у него один сын погиб уже потом в Великой Отечественной младшей, а двое других испытали на себе, да, то есть там тоже мотало, сначала в Красной милиции, потом в Народной армии Комыча успел, так сказать, послужить, то есть вот такие переходы тоже, такие вот, да, были, это все, это все вот на примере одной семьи, да, очень интересно видно, и потом уход на гражданскую службу, какой-то период там, он как бы особо неиздокументирован, мы точно не знаем, а потом в личном деле в Самарском проекциональном архиве он сам пишет своей рукой, что последнее место гражданской работы поликлиника номер один с города Куйбышево, вот, видимо, счетоводом или бухгалтером, то есть священник как человек очень грамотный, уровень образования и администрационный семинар очень хороший, вот такой вот какой-то работой бумажной мог заниматься любой, в общем-то, и вот поликлиника, да, номер один с города Куйбышево, и потом сороковые годы, то есть другая эпоха совсем, потепление, когда власть понимает, что когда идет война с внешними, то есть давить у себя внутри, там, людей вообще доводить, да, запрещать все вообще, даже верить, это вообще глупо, мягко говоря, даже просто недальновидно с точки зрения политики. И начинается потепление, то в 43-й год разрешают, кого-то выпускают из лагерей, кто-то возвращается, даже из друзей, из собратьев, значит, отца Василия, тоже некоторые вернулись, ну вот, кто, даже кто из Старополя был забран, скажем так, репрессирован, и вот эта эпоха, да, она требовала сил снова вернуться в строй, несмотря на все, что с тобой сделали до того, в принципе. И вот такие кадры, которые и образование имеют, и тогда же руководили уже часто, действительно, ну, благочестивых людей, которые, ну, вот, крестьян там, да, или просто говорил, чтобы был человек верующий и хотел, потому что кадры были выбиты очень сильно, да, и вот эти люди, которые все это пережили, служили еще там с 19 века, а потом могли встать в строй, ну, на них держалось вот это вот восстановление из разрухи практически полной церковной жизни, когда храм открывают, а служить там где-то надо, вот это удивительная эпоха, и здесь первый документ, вот здесь уже все документы, начиная с 1943 года, и, в общем-то, собственноручные, достаточно такое, ну, не два листочка, а поувесистей дела из епархиального архива, где первый документ, это 1943 год, где он пишет собственноручное заявление о том, прошу меня снова иметь в виду, и в стое, хочу вернуться, если будет такая возможность, и будет где служить. И вот с 1943 года он возвращается, будучи уже преклонных лет, на самом деле. И вот этот удивительный подвиг, вот это восстановление я из, то есть в основном служил в Куйбышеве, и интересно, что для меня это личная история, потому что отец Василий в какой-то момент, в 50-е годы пересекается с моим прадедом и служит в одном храме. Чего? В Петра и Павла? Да, прадед был тогда с 44-го как минимум года секретарем Куйбышевской епархии, и вот в этом деле просто две руки моего прадеда очень часто документы, и личные документы самого отца Василия. То есть прадед что-то там визировал, и так далее. То есть как бы до начала самого 44-го года документация, которая появляется в 42-м Куйбышевской епархиальной управлении, вообще рукой только самого епископа отца, владыки Алексея Палис, он один все его, просто не был помощником. Потом появляется мой прадед, еще война шла. Но и вот эта эпоха, когда вот этим пожилым уже, мягко говоря, людям, которых жизнь не щадила, эти 20-е, 30-е годы потрепало по-всякому, но оставались еще силы, говорят, чувствую силы, хочу снова служить Богу и церкви. Он встает в строй, и здесь, и в Куйбышеве, и в Куйбышеве, в Кенечеркасах он служит, просто когда им затыкают какие-то дыры, когда в Кенечеркасах, там это наше село, очень крупное, вот в Самарской области, это село, где храм не закрывался практически никогда. Фактически временами было, что это был единственным храмом в Куйбышевской области, который, он мог не действовать, там могло не быть священника, просто подсутствует священника, но храм как приход его не ликвидировали, то есть люди не дали, отстояли. И Кенечеркаса, это такой вот оплот, такой там надо было служить, и он там служил в 40-е. И удивительно, есть одно длинное его, то есть к вопросу, а это не всегда письма, не всегда дневники, его длинная такая там, несколько листов, такая записка, но в своем, в каком смысле это воспоминание, почему он адресует это епископу, как бы главный смысл в том, что он просит все-таки себя и Кенечеркасу перевезти в город, подставить здоровье, что возраст уже, его просто, так сказать, не особо хвастает, если он описывает, вот почему он подорвал с него здоровье последнее, это лето там, 46-го года, август, после успения ему стало плохо, конец августа, говорит, ну вот так вот, просто ритм был такой, что я служил, значит, все лето, то есть надо понять, какой был еще подъем у народа, народ хотел, храмы были полны, конечно, то есть война и после войны, мы помните, черно-белые фотографии, да, ну просто битком, и вот этот подъем, когда люди вернувшиеся с войны, тоже в окопах, как известно, не бывает, да, да, бывает, но еще редко, может быть, надо умудриться, и эти очереди, которые мне тоже рассказывали, старые священники из молодых, лейтенантиков, там, или рядовых, которые в семинарии поступают, только открытые, только-только, то есть, они еще все в гимнастерках, собственно говоря, вот, практически, и это действительно подъем, приходилось постоянно, просто маленькое замечание, пишут, что, но, значит, в июне я пропустил два дня не служил, все остальные дни служил утром и вечером, или другие вечерние богослужения. Каждый день? Каждый день. Пропустил только два дня, по каким-то причинам. А в июле пять дней, там, пять вечеров, или пять утра, просто ежедневно, то есть, на территории Чакасы огромное село, по статистике, это самое большое село России, по-моему, да, именно как село, то есть, что ли, там, я не помню, все огромное, действительно, ближе к такому, к маленькому городу, да, ну да, да, то есть, приезжая там со статусом сейчас, ну, по-моему, если село, то очень, и там люди, да, и там храм всегда, и там такая традиция, и люди пошли снова, да, и в августе пару дней пропустил, и к концу, лето, после успения, ему стало плохо, он еле отслужил успение, но отслужил, то есть, у меня там какие-то пошли, там, кровотечения и прочее, там, отслужил, и все-таки, потом мне врачи буквально силой, из этого Кирианчика сказали, жить не может, и он, его оставляют в Куйбышеве, и он, конечно, уже, ну, служит до начала 50-х, вот до конца в строю, до конца в здравом умею, и вот этот опыт, люди шли, то есть, это осколок старой Самары, церковной, в Куйбышеве, уже в совершенно молодом советском таком городе. Отец Максим, у нас остается совсем немного времени, буквально несколько минут, давайте скажем о том, что из себя сейчас представляет мусорка, отошла, почему вообще, да, я вот тут вот хотел вначале, но не стал задавать вопрос, почему одним из приветственных слов, слово нашего губернатора, Дмитрия Игоревича Азарову, какое он имеет отношение ко всему к этому, но если можно вот так вот, ну, дело в том, что сейчас, я думаю, что кто следит за новостями, видит, что вот развитие вот этого, как сейчас модно говорить, туристически-паломнического кластера, ну, потому что это действительно, и из-за явления иконы, и вообще из-за того, что это шла, вот, ну, с небольшим перерывом весь 20-й век уже была центр паломничества, как бы ни пытались запретить, источник этот, где явился икона, его и засыпали там, и пытались извести по одной, но он сохранялся, да, народ сохранил, и вот сейчас это действительно развивается, участвует, что между селами там 6 километров, что ли, на самом деле такая агломерация одна, там развивается вот такой единый туристический-паломнический центр, то есть в Ташлето храм, в общем-то, он уже достаточно установлен, да, несколько лет назад, там официально сенот, как бы решение сенота, монастырь создан, и тот случай, когда там, ну, как бы сначала действительно сестры появились, постепенно общинка, и сейчас там сидит женский монастырь, вот, и там уже хорошая инфраструктура, и дома для паломников, а будет еще лучше, судя по планам развития, которые вот, буквально совещание последнего в Тольятти, которое возглавил губернатор, было неделю назад, ну, чуть больше, и там планы по развитию очень серьезные, там архитектурную часть, так сказать, серьезные московские, так сказать, подключились конторы, которые за строительство, за проектирование отвечают, я думаю, что там будет все очень, туристическая тропа между этими двумя оселами, да, такая, со всякими другими объектами, и мусорка тоже стала развиваться, потому что удивительный храм, который на обложке, это мусоркский храм, он сам по себе интересен, это удивительная архитектура, таких храмов, храмов-близнецов, было три, сохранилось два, в мусорке, и точно такой же храм архитектурный, только бел, побеленный, тоже в Старопольском районе, село Верхнестанчелеево, третий был в Меликесе, сейчас Димитровград, его взорвали в 30-е годы, абсолютный близнец, это один проект, проект нашего самарского апархиального архитектора Тадеуша Севериновича Хилинского, авторский такой проект, там очень узнаваемый, очень. Но здесь я видел его фотографии, о нем самому можно посчитать. Да, он в 30-м году умер, начало 20-го века, это он, поэтому развивается, и планов по развитию этого как раз объекта, значимого, я так думаю, что губернатская власть это прекрасно понимает, что это привлечение людей, паломников, и даже просто советских туристов тоже это очень интересно. Отец Максим, как всегда, просто потрясающе информативно в единицу времени, огромное спасибо. Дорогие друзья, еще раз, вот такая вот книга у нас скоро появится в книжных магазинах, книга за авторством отца Максима, вы можете приобрести, доехать до семинарии и даже попросить личный автограф. Спасибо вам, что были сегодня с нами, спасибо отец Максим вам, храни всех вас Господь, до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!